В Орловской области против поэта Александра Бывшего возбудили 6-е уголовное дело по экстремистской статье. Дело возбуждено по части 2 статьи 280 Уголовного кодекса, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации. Заметим, что в рамках 3-го уголовного дела в вину бывшего было поставлено, что он, внимание, отрицательно отзывается о руководстве России и пытается навязать свое мнение. В жизни не состоялся, вот решил пойти путем Иуды, выражая свою точку зрения, отличающуюся от мнения подавляющего большинства населения России. Сейчас выдавать другую точку зрения, отличающуюся от большинства, достаточно для того, чтобы на тебя завели уголовное дело. Ну а, собственно говоря, вся вина этого человека заключается в том, что он сочиняет стихи в поддержку Украины. С самого начала конфликта, с 2014 года, он пишет стихи, скажем так, критикующие русский мир. Сейчас я прочитаю самое известное его стихотворение на независимость Украины, а пока будет идти этот текст, на фоне будут совсем малоизвестные картины художника Василия Шуйженко. Его тема – это «Совок и Россия, такой, какой он ее видит». Конечно же, это имя никогда не будет популярно в России, само собой. Он показывает жизнь, такой, какая она есть, беспрекрас, вот такая вся в темных тонах, пьяная, убогая и несчастная. И прежде чем я прочитаю это стихотворение, хотел бы сказать еще несколько слов. Мне в последнее время пишут, и я даже слышал, что некоторые блогеры, ну вот, например, Алексей Романов, призывает, ну давайте отделим руководство от простых людей. Я сделаю об этом еще большой развернутый ролик. А сейчас отвечу коротко – нет. Я считаю, что это время борьбы. Страна находится уже в состоянии политического и экономического трупа. Вот-вот начнется разложение, в прямом смысле распад этой страны. Продолжать говорить людям – это руководство виновата, но не вы. Я считаю, что это опасно. Наоборот, сейчас давление, в том числе на российское население, должно быть массивным. Со всех сторон и критика должна быть жесткой, бескомпромиссной. Сейчас, особенно сейчас, нельзя сдавать свои позиции и говорить, что «да нет, народ хороший». Неправда. Если опять в этот раз все закончится тем, что спихнут на руководство и скажут «народ хороший», все проиграют в конечном счете, и все вернется на круги своя. Иначе не получится ни прозрения, ни покаяния, ни дальнейшего очищения. Иначе вот эти картинки, которые вы сейчас увидите, будут актуальны и через 10, и через 20, и через 50 лет. Стихотворение Александра Бывшего на независимость Украины. Прошу прощения, если я последнюю фразу прочитал. Что может быть неверно, я, к сожалению, не владею украинским языком. С другой стороны, мне не совсем понятно, что делает этот человек в России, вот в таком вот месте. Конечно, было бы разумнее просто уехать в другую страну. Тем более, шестое уголовное дело, как говорится, политический кейс у него в кармане. Пожелаем ему удачи, надеюсь, что его не посадят и не сгнобят в российских застенках.